здравствуйте друзья вот я улучшил часок для прохождения фэнтези 8 сейчас я нахожусь телевизионной башни и меня ждет сражение с тремя боссами но если так можно их назвать вот здесь вот была точка отбора магии я собрал это магия слепота она нам пригодится сейчас я защелкаю еще одного солдатика носовую беду попавшегося нам под руки а точнее под ноги так выключу звук колонках мне звук не нужен для игры конечно немножко неудобно будет использовать лимит но я согласен на это потому что звук мне опять перенастраивать неохота буду играть так вот сейчас мы видим на наших экранах бигса и веджа бигс и ведж вам должны быть знакомы эти имена если вы внимательно смотрели звездные войны эпизоды с 4 по 6 там были повстанческие пилоты которых звали именно так в игре финал фэнтези от серии к серии эти два персонажа всегда вместе здесь это голободянские солдаты финал фэнтези 7 это активисты лавины финал фэнтези 9 вроде тоже были правда сейчас не помню кто они такие были но по моему я их там видел и по моему я таких персонажей с такими именами видел 12 финалки вроде как опять же это не факт ну вообще в серии финал фэнтези надо сказать часто качуют имена это абсолютно такое финал фэнтези 6 на и свойства всегда к его фэнтези есть сид всегда есть бигс и вещь наверное но я насчет этого не уверен вот тип есть всегда в любой финалки которую я играл насколько она есть имена стражей тоже из серии в серию качуют но бывают исключения как я уже говорил такая красивая заставочка я тоже эти заставочки с пока версии скриншотил и делал из них календарики на 2007 год так секундочку секундочку не могу ответить на телефонный звонок записываю ну что ж такое то достают меня по телефону во время записи ну здесь ни к чему вылез сефер он нам ни грамма не поможет во время битвы ну бигс и ветш это противники для нас абсолютно никакие вытянуть из них единственное что только можно ясуну повытягивать правда я немножко путаюсь кто из них бигс кто ветшин это не важно главное что у этого красного есть ясуна 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 а это очень полезная магия и сделать ее доведется не скоро я так немножечко позапасаю вы уж меня извините достаточно нахлобучить одного из этих персонажей чтобы уже появился второй босс ну а из бигса и веджа босс никакой абсолютно хоть и звучит такая музыка как во время битвы с боссом от пары рензакукинов ребята буквально сдуются с этой башни ну сдуются они сами по себе их сдуют да что ж такое то не можете его вытянуть ну видимо у них уровень больше чем у моих напарников бигс это красный ладно ребята отведайте свежего рензакукина была такая шутеечка один за кукин и когда режут кукин немножечко я увлекся битвой не знаю что тут сказать тут говорить нечего собственно сейчас эти ребята примут на себя первый удар и мы увидим чем нам ценен следующий босс очень ценная зверюга мех мясо не считая когтей да его зовут эльварет эльварет из тех монстров которые в игре имеют двойников эльварет это босс а и у его двойник его зовут энлойл вот эльварета можно вытянуть вот такую штучку называется она сирен сирен это очередной наш страж сам он называйте как хотите если сирен сейчас не вытянуть то возможно ее вытянуть на последней локации тоже неизвестная магия это магия удвоения будет полезно ее запасти на случай следующих бит немножечко запасу и применю на себя сам собственно боевая система вот на этой битве более менее начинает раскрываться а что я хотел сказать еще по поводу повторяющихся монстров есть тут монстры боссы которые имеют двойников например монстр катаблипас имеет то есть босс катаблипас имеет двойником монстров по имени бехемот ну еще там парочка штук монстр галгантюра у него двойник визаж и так далее вы это все увидите если будете смотреть прохождение сейчас надо подлечить персонажей еще немножечко удвоение вот если просканировать монстра вот этого эльварета то выяснится сейчас мы посмотрим что это монстр загадочный так же как и рыбки красненькие смотрите его слабости нам не покажут монстр который живет в заброшенной башни связи долито никто не знает откуда он взялся ну и соответственно в энциклопедии про него ничего единственное почему то написано что он не восприимчив к яду ну у нас нет возможности проверить этот факт не восприимчив так не восприимчив и нам это вообще пользы не принесет потому что он не восприимчив полезная конечно информация но яда у нас нету ну конечно могли намутить если сильно постараться но зачем но немножечко он побаивается льда вот льдом мы его сейчас и будем щелкать ну линза кукина немножко щекотать двойник эльварета инлойл тоже полезная зверюга он встречается довольно редко и в нем неплохая магия находится частности святость вспышка а я не знаю какая досада почему они перевели смерть феникса так то феникс даун называется вещица переводит еще как падение феникса вообще это перо феникса буквально наверное то что падает с феникса линька феникса да вот так бы я перевел этот предмет название но вообще иногда переводит как пиро феникса но смерть феникса это как то хотя с другой стороны опять же феникс когда умирает он перерождается тоже символ перерождение у нас обновление вообще может быть смерть феникса то и в кассу как раз но он у нас недолго будет жить этот монстр вообще я играю сейчас спокойненько так то конечно первые разы он очень много боткорта доставлял а грамма эта тварь боится меньше чем льда грамма тоже можно и кстати что касается грома можно скомбинировать грамма с на атаку потому что мы будем драться с техническим монстром все технические монстры в серии файнал фэнтези боятся электричества наверное это все таки такая тоже незыблемая традиция технические монстры боялись электричества даже в финал фэнтези 12 но их там было немного их вообще немного вот мы называем нашего очередного стража комбинировать я ее не буду никому это достаточно долго нам сейчас дадут полчаса на то чтобы отсюда свалить в принципе этого за глаза хватает чтобы скомбинировать и сохраниться не спеша вот пустая болтовня опять которую вообще читать не надо надо скипать но конечно вы будете читать если вы первый раз играете чтобы следить за сюжетом но это абсолютная вата ничего полезного эти разговоры не представляют так магия так стоп 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 что я а да комбинация у кого вот сюда я поставлю гром и немножечко потяну грома у друзей ну так то 25 наверное будет достаточно для удара вот вы увидите как действует гром если его поставить на удар к тому монстру который слаб собственно к грому я надеюсь это будет заметно сейчас выживший бикс вызовет механоида для того чтобы он нас преследовал и мы будем немножечко от него упекать здесь полезен гф кой закатал но быстрее всего конечно просто громом щелкать босса сохранился наверное наверное день или здесь пойду и зачем вот так солдатики вы умереть что ли жаждете посмотрите простой удар зелла 100 а простой удар селфи в ряк 49 ну кстати что то как то мало ну взял и сил побольше наверно у него скомбинировано что-то на силу прям взлетом тоже 48 ну ладно вообще наверное чтобы гром действовал как стихия атаки надо наверное больше 50 комбинировать обычные боеприпасы поднял с него но боеприпасы не нужны пока что боеприпасы нужны другому персонажу вот собственно третий босс его зовут x atom чего-то там какие-то цифры убить его невозможно его можно только слегка приглушить у него есть полезная магия которую сейчас прямо надо сразу же вытянуть и использовать на себя это магия защита здесь ее перевели как защита и в бою с этим монстром она очень помогает немножечко потянуть надо чуть-чуть пока есть возможность пока времени истекло мы сейчас используем так вот смотрите селфи простая атака на монстра скомбинирован гром на атаку 51 отнимает в то время как сквол вот видите щит работает когда он работает против физических атак 43 ну как то так невыразительно невыразительная прибавка но все-таки надо больше 50 магии ох как он сейчас разозлится так магия наверное удвоение надо использовать на селфи например чтобы на следующем ходу подлечить двоих персонажей строить вот немножечко защиты кстати у него нет с собой грома тоже что показательно зато есть защита которая тоже помогает возможно даже защита поможет в этом случае больше чем гром потому что грома то вы по идее уже на вытягивали немножко тоже запаснусь так магией чтобы было немножко легче все у меня какие-то слова паразиты выходят здесь немножко там еще что то вот видите как помалу отнимает если бы щита не стояла под полтинник бы отнимал и должен быть по 60 хорошо еще хоть сквол что-то вытягивает уже вообще ничего выкинуть не может ну и хватит я думаю играться пора его убивать когда используете магию защита когда можно друг на друга кастовать магию ничего собственно она не помешает эта защита она не от магии от физических атак тот монстр он использует только физические атаки поэтому немножко программа всякой кинга кукинам вот так вот отлично ну гром тут полезнее чем не за кукин так монстр упал побежали делом чести для нас было при повторных прохождениях убежать от этого монстра вот в этом месте которое сейчас будет после этого там такой будет небольшой участок дороги который надо быстро побежать и если я его не побегу значит я лох ай ай официально я залашился и у меня в статистике будет на один побег больше ну и ладно это у нас такой челлендж после восьмой финалки это была в нашей тусовке первая японская рпг если там не считать что мелочей на деньги ах зелта остался без защиты у нас такой челлендж не убегать с поля боя если того не требует игра соответственно здесь игра требует убегать только вот в этом месте мы всегда друг другу показываем статистику что вот я не убежал и чем соответственно меньше побегов статистике тем лучше то есть там где вот я вам показывал я я сейчас напоролся на босса вообще не должен был этого делать хорошим а я сейчас у меня кто-то помрет ну точно сквол помер ну сразу что-то я много потратил в этот раз воскрешение вот сейчас наверное элемент кузова покажу ну давай давай блин опустил а еще раз попустил видите игра без звука дуэль ну все ты огребаешь правда кнопки здесь немножечко по-другому называются вот немножечко его побил ну конечно ой 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 вот я косячусь вообще это потому что меня отвлекает телефонными звонками здесь ничего не могу поделать ребята извините пишу записываю видео вот компьютер пока не завис там все все нормально можно писать так давайте уже загрохли много грома так все побегли побегли давай 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 ну чё ж ты там кастуешь то когда бежать надо все убежал вот сейчас я этого монстра в третий раз встречу на мосту на меня перепрыгнет давай 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 Нет, это можно Эй, да что ж такое-то, нет Ну все, свою статистику я себе запоганил Ну ладно Дело прошлое, уже меня никто не будет тыкать В карту памяти И говорить, что покажи-ка Покажи-ка статистику свою Ребята, вот честно Еще 20 минут и всем отвечу Улучшить у них получается Усколы или все Потому что защита-то просто так В начале игры на дороге не валяется Эга, отставить Косать того тоже надо Ох-ох-ох Надо в более спокойной обстановке И вручить кнопки На лимитке Зева Чтоб можно было класс показывать Ах, не вытянул Шмар Ну и соответственно Если какую-то закотла бы я вызывал Он бы с первого раза его валил Мы бы шли быстрее Но грех не воспользоваться дуэлью Так, что там сначала Вправо-влево, вправо-влево Вверх-влево 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 Ну, немножечко попинал его, конечно О, неудобно, неудобно Наверное, надо будет все-таки геймпад подключить Все, вдох Побегли, побегли, ребят Побегли Эх Чего ж я так долго-то убегал Эх, эх Эх, эх Эх, меню в меню Здесь в меню нельзя выйти А что ж такое-то А вот можно Бежать, бежать Кстати Этого босса можно еще раз встретить Почти на этой же локации Ну, с ним драться уже не придется Он просто так Чисто сработает Как Блокировка Пути Чтоб нам не пройти На башне коммуникации Просто если потом В оккупированной доле Прийти То на башне коммуникации Мы не сможем залезть Потому что Эта падла упадет с горы И поломает дорогу Ладно Достаточно уже набрал Просто давайте, ребята, заюзаем Грома уже убежим С этого Место Ну, 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 эх, лучевая бомба Бомба лучевая Зачем, 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 за что? За что ты нас так не любишь, зверюга Ты же робот Вот он знает, кого ударить А, нет Думал, по ссылке сейчас Минутит Но обошлось Все, все, все Все Все, 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 все Упал, упал Давай, упал да что ж ты будешь делать-то я уже колебался честное слово давай упал вот все все побегли на это разбудце сбежали ну собственно здесь вот уже пошла кат сцена и наверное ну может быть если вот тут постоять по щелкать лицом то можно еще раз подраться с этим роботом ну зачем и так все клево нравится мне эти переходы в финалках с игрового движка на кат сцена в 9 файл фэнтези вообще это дело очень любили и там даже можно было играть персонажами во время показа кат сцены здесь тоже есть пара таких моментов но финал фэнтези 9 их прям таки очень много но это как а вот например вот здесь вот такая же вот сцена ну это хорошо смотрелось во времена первой сонки когда это все на телевизоре показывал сейчас у нас еще одна возможность увидеть кристис под сценах больше такой возможности не будет и не покажет нам во всей красе кто разделяет мои пристрастия те конечно сейчас придут в экстаз от этой сцены да господа какая женщина горячая да еще и в очках просто мечта так вот победа это все таки или проигрыш наш разумеется нам пришлось быстренько отвалить но такой был приказ поэтому я считаю что раз мы со всеми расправились однако странно почему вот этот механический паук появится появится в игре его же ведь разнесло в пух и прах то есть мы видели что он взорвался просто-напросто разлетелся на куски буквально но если вернуться потом в доли то он снова появится возможно это просто такая же машина видимо она там была не одна и я удивился почему голубодианская армия использует эти машины только один раз во время налета на доли почему потом в игре когда мы сталкивались с голубодианцами ничего такого не происходило этих роботов уже не юзали но возможно они себя плохо показали именно в доли таки зиговать не будешь в этот раз ладно ну тачку конечно уперли у нас придется идти пешком разве так можно с ветеранами это неуважение я считаю если зайти в гостиницу то можно разжиться номером газеты комсомольская правда я конечно шучу номером журнала тимберские маньяки здесь находится дом зела но он в него пока не пускается точнее свою комнату не пустит опа там моя комната она священна не суетесь туда ладно что здесь вот здесь у нас лежит странный журнальчик возможно за его чтение дадут мне ачивку какую-то вот видите он говорит нет что собственно нет и почему нет возможно этот журнал надо прочитать в определенном в определенный момент игры так мы немножечко поотрепались с громом надо грома тяпнуть вообще-то надо должен был тяпнуть тот персонаж который которого гром скобинирован но это ладно неважно на этом мой рассказ я сегодня закончу нас ждет возвращение в сад можно побить поискать стиранозавра рекса прямо здесь в лесу около сада балам потому что есть слепота и стиранозавра можно быстренько покончить всех всех вас люблю всем пока до новых встреч до новых встреч